Нам важна ваша поддержка. Вы можете помочь нашему каналу и команде гражданской обороны и антизомби по этой ссылке на наш патреон. Мы обязаны сохранить то важное дело, над которым трудимся все эти годы. И будем очень благодарны вам за доверие и поддержку. Как искупить свою вину на болотах? Я бы хотела Путина спросить, смог бы он простить за такое? Как вы помилование подписываете, а вы подумайте, кого вы помиловали? Прощение от первого лица Эрефии. Убийцы в законе, новые герои России. Человек воюет, честь ему и хвала. Государство должно все сделать для того, чтобы выполнить свои обязательства перед этими людьми. Им все равно, кого убивать. И Кремль это вполне устраивает. Стоемники возвращаются с войны и совершают преступления дома. Второй год войны, страшной и кровавой, которую Россия ведет в Украине. Тысячи россиян мобилизированы в расистскую армию. Кто-то пошел добровольно, одурманенный Киселев ТВ. Кого-то призвали, кому-то просто позарез нужны деньги для того, чтобы прокормить, только вдумайтесь, свою семью. Но есть категория людей, которые пошли убивать украинцев за обещанную им свободу. Вот в ваших рядах вместе с вами практически в окопе сражались и еще два бойца. Тут бы стоило уточнить. Их тысячи. Которые пришли добровольно в вооруженные силы из мест лишения свободы. Мы все отлично помним кадры, на которых ныне покойный главарь ЧВК Вагнер Пригожин вербует зэков. Минимальный возраст, который мы берем, возраст, это 22 года. Если моложе, бумажка от ближайших родственников, то они не против. Максимальный возраст, условно, условно, это 50 лет, но если крепкий, прямо здесь на собеседовании делаем элементарные тесты. Смотрим, насколько крепок, физическая форма крайне необходима. Смотрим, насколько ты крепок, и тогда принимаем решение и берем. А потом четко говорит, какие именно бойцы ему нужны. Так сказать, с опытом работы и определенной жестокости. Кто нам нужен? Желательно, отсидевший пятнашку и более, желательно, не один раз за убийство. В 21 веке кажется просто диким сюром слышать такое, но нет. Дикий сюр, это когда президент огромной страны начинает вводить их в ранг героев. Тем самым мотивируя тысячи других зэков идти убивать мирное население Украины. Но они отдали жизнь за ровно. И вот это ключевой поворот всего этого ужаса именно для российских граждан. Они уже по уши в санкциях, они познали мировую изоляцию и понимают, что их ждет в будущем. Но теперь и настоящее для них это сплошная угроза для жизни. Ведь когда эти вагнеровцы-зэки вернутся с так называемой СВО, они вернутся не на зону, они вернутся в свои города как герои, после всего того, что совершили в РФ и в Украине. Ну, не секрет, что там есть же люди, которые попали туда из заключения. Вот человек воюет, честь ему и хвала. Государство должно все сделать для того, чтобы выполнить свои обязательства перед этими людьми. И мы делаем это. Я же подписываю указы о помиловании. Последние месяцы просто сотрясают Россию своими ужасающими зверскими преступлениями. Очередная трагедия произошла с участием наемника ЧВК Вагнера в Липецке. Мужчина вернулся домой в отпуск, избил жену и ее дочь от первого брака. Девочка скончалась от полученных травм. В то же время в поселке Ермаковское Красноярского края был задержан еще один бывший вагнеровец. Его подозревают в том, что в ночь на 3 октября он поджег дом, в котором находились две женщины. Они погибли. По версии следствия, сгорели заживо. По своей наивности, Кремль думал, что большая часть отпущенных зеков на войну в Украину там и поляжет. Но они глубоко ошиблись. Никто не ожидал, что Пригожин вернет такое количество заключенных назад. Не предполагалось. Вообще предполагалась какая-то более-менее полная утилизация. А он вернул порядка 20 тысяч. Вы представляете, какая армия убийц, насильников, воров и погромщиков сегодня на свободе в России? Они вернулись в мирную жизнь. Я ждала, что таких будет гораздо меньше, что их будут единицы, а не тысячи. И не десятки тысяч. Громкие и ужасающие преступления, которые уже сколыхнули всю Россию. Это только начало, то ли еще будет. Вот житель Заволжи, это город Нижегородской области, вернулся домой и поссорился с сестрой на бытовой почве. Но на этом все не закончилось. Облил ее бензином и сжег заживо. Известно, что в марте прошлого года его осудили на 11 лет колонии строгого режима за убийство. Тогда он нанес 12 ножевых ранений своему приятелю. Но из колонии его завербовали. Он оказался на войне. А после вышел на свободу, чтобы совершить очередное преступление. Но Кремль, по-видимому, ничего плохого и страшного в этом не находит. Они погибли. Ну, во-первых, хочу сказать, что... Да. Мы все люди, каждый может совершать какие-то ошибки, а они когда-то их совершали. Это Путин говорит про двух погибших на войне зэках. Только вдумайтесь. Но именно этим почтением и пониманием он открывает портал в сущий ад. То есть теперь все, кто совершил страшные деяния по отношению к гражданам России не только, может чувствовать себя спокойно. Ведь, как говорит диктатор... И они искупили свою вину в полной мере. Ты тогда меня поймешь, когда ты так же, как и я, будешь ползти за гробом своих детей. Это мама зверски убитой и изнасилованной 19-летней Марии Нечетной. Журналисты проекта «Важные истории» пообщались с родителями двух жертв-маньяков, которые сегодня вернулись с войны. Но не в тюрьму, а в тех города, в которых жили и убивали. Что нас сейчас ждет? Если они убивали, они будут убивать. Жестокие убийства девушек были очень похожи, но убийцы оказались разными людьми. Единственная схожесть – в двух случаях убийство совершили родные братья. И у нас Иоанна Александровна убивали между собой родные братья. У меня это были братья Карабенковы. Старший Александр на тот момент был женат, имел двоих сыновей. И Владислав, младший брат. У них было бито, давно куплено. И они охотились за девочек вечером. Это потом уже всплыло в процессе расследования. Вот как о содеянном рассказывает будущий уголовник, один из братьев Татаринцевых. Стояли пили пиво. Но вот этот третий находился вот здесь. И вот он заметил, как сладевушка. Я вот так обошел, пошел в стадию. Сладинный пиво. И мы ее потащили туда. Вот так он сидел на ней. Держал ей руки, сзади брата. Держал ей руки, а сзади что? Брат держал ноги. Они ее задушили. Взяли, унесли в лес. Обложили ветками. Облили и подошли. И неважно, Татаринцевы или Карабенковы, все они одинаковые. Обиженные на жизнь, людей вокруг, но не на себя. Улучшать свою жизнь в своей стране, да о чем вы говорите? Вот набухаться и убить молодую девушку, вот это по-нашему. Когда ему был задан вопрос, за что вы ее убили, он ответил. Она была слишком красивой о модельной внешности, она бы с нами не стала знакомиться. Сегодня эти слова на суде одного из братьев Карабенковых звучат как пророческие. Я прошел ждать мне надежду, шанс поверить, что моя жизнь у нее все еще закончена. Так и случилось. Убийцы как в воду глядел. Скоро их жизнь изменится кардинально и не в худшую для них сторону. Например, один из заключенных, Евгений Татаринцев, отсидел в колонии только два с половиной года из восемнадцати. А потом пришел такой же бывший зэк Пригожин и позвал на работу. Условия работы следующие. Полгода воюете, через полгода получаете помилование. Желательно, отсидевший пятнашку и более, желательно, не один раз за убийство. Вот они, качественные характеристики в резюме для новых военнослужащих РФ. Братья Карабевковы тоже отправились защищать родину. Я же подписываю указы о помиловании. Убийца защищен больше правами, чем потерпевших. Евгения Татаринцева помилована. Я не могу его даже назвать убийцей. Это оскорбление участника боевых действий. Поэтому я должна вот это все как-то терпеть. Конечно, мы сделаем все для того, чтобы оказать помощь их близким. Без всякого сомнения. Думаете, Путин говорит это гражданам России, которые требуют законного наказания для убить своих детей? Нет, конечно. Бункерный дед готовится к следующей мобилизации и рекрутингу в колониях. Его мысли только о войне и о том, где взять еще убийц, чтобы послать на войну в Украине. Там они смоют свой позор. Если будут убиты, что только приветствуются, будет им почет и уважение на болотах. Сегодня как раз похороны одного из этих погибших ребят. Поэтому перед тем, как мы начнем беседу, я предлагаю почтить их память. Минуты молчания. Вот так они на болотах возводятся в ранг практически святых, героев, мучеников. Называйте как хотите, но только не убийцами, насильниками и расистами. Это все будет караться по закону, ведь таким способом граждане РФ подрывают национальную идею и высказываются против так называемой СВО. Я не могу его даже назвать убийцей. Это оскорбление участника боевых действий. Ну а что вы хотите? Сам Путин их милует и оправдывает. Стало известно, что Владимир Путин помиловал человека, который убил свою девушку, расчленил тело и пропустил его через мясорубку. За это чудовищное преступление ему дали 11 лет. Это было в 2019 году. Но в прошлом году из колонии его завербовали в ЧВК Вагнер. Далее он отслужил, как говорится, и получил помилование. Повторюсь, его помиловал, как и всех остальных, о ком мы говорили, и еще о тысячах. Владимир Путин. Посмотрите на это фото. На нем боец ЧВК Вагнер с закрытым лицом. Это Александр Расправин. Фамилия прям говорящая. Вот его досье. В 2010 году по пьяни этот упырь расправился со своим дедом. Сел. В 2017 году тоже выпил и убил еще одного человека. Сел. Уже в 2022 году поехал официально убивать в Украину. И сегодня этот герой в РФ провел со школьниками разговор о важном. Интересна тема урока. Может, она была такой, как убийца-рецидивисту стать героем России? И это не какая-то ошибка или единичный случай. Зэки вовсю посещают школы и рассказывают о своих победах. О том, как родину любить или как обойти систему и после тяжкого преступления выйти сухим из воды. Как так? Это же насильник, это убийца. Владимир Путин его помиловал. Ну, окей. Он считает, что это правильно в рамках войны. Но это характеризует в первую очередь Владимира Путина. Это говорит о том, что именно насильники и именно убийцы являются союзниками Владимира Путина. Виктор Цибенко ранее был судим за убийство человека, а сейчас на его груди красуются железки. За мужество, за взятие Бахмута, за взятие Солидара и так далее. Бывший зэк приехал к себе на родину в город Белоярск. Это Ханты-Мансийский автономный округ. И провел встречу с учениками кадетских классов. И здесь ничего страшного нет. Но чтобы было вам понятно. Или вот руководство школы в Сургуте пригласили рассказать второклашкам о войне бывшего уголовника, который воровал аккумуляторы из машин. За что его и посадили. Время урока участник СВО, герой наших дней, рассказал ученикам о важном значении спецоперации. Дети в благодарность передали небольшие презенты в виде маленьких игрушек, а также открытки с теплыми пожеланиями. Чтобы вы побеждали всегда всех и уворачивались от чужих патронов. Больше, конечно, поражает пожелание учительницы, которое она озвучивает за кадром. И чтобы ваши патроны, наверное, никогда не заканчивались. Счастья, здоровья. Идите к своей мечте, и вы всему добьетесь. Вот это я все нашим солдатам отправлю. С ними общаются как с героями. Если они умирают, хоронят с почестями. Даже если большая часть знает, что этот нелюдь совершил непоправимое. Дмитрий Зеленский, ветеран чеченской войны из Перми. В 2019 году он убил свою девушку Татьяну Мелехину. Неделю после убийства Зеленский расчленял ее тело и пропускал через мясорубку. Его приговорили к 11 годам колонии. Но, повоевав в Украине, убийца был помилован и вышел на свободу. Резонансные кровавые преступления, которые были на слуху, и заставили содрогнуться всю Россию. Четинец Цирен Доржи Циренжапа в 2019 году задушил 18-летнюю Екатерину Скворцову. Он расчленил ее тело. Часть останков утопил в реке, а часть выбросил в окно. Голову девушки нашли во дворе дети. Циренжапов должен был сидеть 14 лет, но пробыл в колонии всего 4 года и ушел на войну. А потом вернулся домой. Его уже обвиняют в новом убийстве. Преступники, которые должны были выйти на свободу в глубокой старости, получают свободу, отсидев всего несколько лет. Сергей Хаджи Курбанов, приговоренный к 20 годам колонии за организацию убийства журналистки Анны Политковской, получил помилование, когда ушел воевать с Украиной. Пропали с самого начала вербовки Пригожиным, пропали двое из трех убийц Немцова. Мы не можем их уже больше года найти. И тут можно сказать, что выпустить убийц людей, которые активно критиковали власть под шумок СВО, на руку Кремлю. Таким образом, они в очередной раз заметают следы и дают карт-бланш на заказные убийства политических оппонентов или журналистов, тем самым давя на свободу прессы в РФ. И мне кажется, это, в общем, такое политическое высказывание. Но вот расшифруйте это политическое высказывание. Что нам говорят? Социально близкие убийцы. Есть социально близкие граждане, да. Это связь только об этом. Эти помилования зеков не прекращаются. Родители студентки Веры Пехтелевой в шоке и в ужасе от того, что убийца их дочери снова на свободе. Все обсуждали, как 17-летнего срока за жестокое убийство избежал Владислав Канюс. Он несколько часов истязал бывшую девушку Веру Пехтелеву. Он нанес потерпевшей 111 ран, мучил ее 3 часа. Соседи в это время пытались заставить полицию приехать на их вызов. В итоге, не дождавшись никого, они сами взломали дверь, но было уже поздно. Вера была мертва. Вот что по этому поводу думают убитые горем родители девушки. Вся Россия захлебнется от вот этого бытового насилия, убийству в крови захлебнется. Бесы. Закон? Для вас все законы. Закон унирана, еще никто не отменял. В этом году Путин помиловал убийцу 23-летней девушки, и тот отправился прямиком на войну в Украину. Убийце выдали оружие, чтобы он продолжил делать то, за что сидел. Канюс в итоге ушел на фронт и, говорят, даже устраивает там барбекю вечеринки. Но есть еще одна сторона этой проблемы. Семь языков, жизнь которых в один момент с этой страшной войной поменялась капитально. Знаете, я же все время сижу в тюремных чатах, а тюремные чаты женские. Сидят мужики, а в чатах женщины обсуждают, что как. И очень часто, очень часто, когда кто-то погибает на фронте, там едва не поздравление. Почему, спросите вы? А всему на России есть простое объяснение, которое нормальному человеку сложно как понять, так и осознать в полной мере. Потому что кем ты была до этого? Ты была неудачницей, ты была женой зэка, домашнего насильника, пьяница, рецидивиста, грабителя, убийцы, разбойника, вора, там, я не знаю, хардуна там мелкий какой-то, да? Бил тебя, бил детей, и вы все были сгоями, семьей, зэка. А теперь ты вдова героя специальной военной операции. И ждет такую мадам просто сказочная жизнь по меркам современной России. У тебя есть 5 миллионов, это как минимум, это без региональных надбавок. У тебя есть ордена, медали, почетные грамоты. Именем твоего покойного мужа названа парта в школе, и пионеры отдают честь. И твои дети, дети павшего героя. Ты можешь купить себе квартиру, и, скорее всего, так это, собственно, бум строительства новостроек сейчас, это вот эти деньги. Ты отличная невеста. Желтой площадь, деньги, подручные дети, статус вдова героя, новая жизнь. Правда, какова цена такой жизни? Убитые украинцы на своей же земле. Стали известны подробности убийства семьи из 9 человек в оккупированной Волновахе. В расстреле подозревают двух мужчин. Ресурс ЧВК ОГПУ, который связывают с российскими силовиками, пишет, что убийцы использовали тепловизоры и оружие с глушителями. Всех, включая детей, убили ночью, большинство выстрелами в голову. Кровавые деньги, которыми сегодня пытаются напичкать Россию, все равно надолго в руках зэков-вагнеровцев не задерживаются. Сын в марте вернулся домой из Вагнеров, из ИК. За три дня в Ростове прогулял 250 тысяч. Деньги закончились, вернулся домой, опять уехал в Ростов догуливать. Оказывается, все ребята за месяц все деньги потратили. А он еще нет. Упущение. Сказал, деньги кончатся, обратно пойду туда. Подобная жизнь и, как они говорят, работа, оставляет отпечаток на всех, кто находится рядом. Быстро потраченные кровавые рублики приведут зэков-вагнеровцев снова на войну или в тюрьму. Откуда они снова отправятся туда же, так сказать, по проторенной дорожке. 14 лет колонии строгого режима за убийство и грабеж получил в 2020 году Иван Росомахин из Кировской области. Однако вернулся домой уже через три года благодаря службе в ЧВК «Вагнер». И тут же снова убил 85-летнюю Юлию Буйских. Вот когда мне кажется, что родственники тех, кто был убит, изнасилован, и которых впоследствии помиловали их преступников, когда они начнут понимать, что эта война сама по себе преступная, и те участники этой войны преступники со стороны России, тогда, возможно, что-то будет принципиальное. Когда из россиян сделали либо жертв насилия, либо насильников и убийц. Общество, которое хочет войны, ведь для миллионов россиян это единственный способ вылезти из нищеты. А для кого-то самый короткий способ получить свободу. Только вот один вопрос. Для чего? Больше восьми лет они всеми силами разжигали ненависть. О чем вообще с вами говорить? Разнесем Киев ядерными ракетами. Делали все, чтобы российскую армию в Украине встречали цветами. Украинцы ждут. Они в самом деле надеются, что мы их в конечном итоге освободим. Мы обязаны быть там. Но их план не сработал. Ведь даже в городах юга и востока Украины Россия проиграла информационную войну. Фашисты! Фашисты! Вот вам суки, а не Украина! Чтобы сражаться за умы и дальше, командам гражданской обороны и антизомби нужна ваша поддержка. Вы можете помочь нам на нашем ютуб-канале, а также на патреоне. Благодарим вас, друзья, за доверие и поддержку. Все будет Украина!